День за днём Молодёжный совет Десногорска возобновил свою работу 12 сентября Десногорск отметил День города Некоторым горожанам этот день запомнится и другим приятным событием Открытием детской игровой площадки в 4-м микрорайоне На месте событий побывала съёмочная группа нашего телеканала Одним из центров событий того дня стал общий двор 7-го и 8-го домов Местные жители уже не раз проявляли заботу об этом участке Дело его комфортнее и современнее Их новое достижение – детская спортивно-развивающая игровая площадка Мы вышли на финишную прямую, вы видите, что уже можно деткам посещать площадки Тогда делаем это всё до конца, как и было задумано Территориально-общественное самоуправление «Уютный двор» – это инициативные жители 4-го микрорайона Путь от идеи до воплощения своего проекта им удалось успешно пройти благодаря фонду АТРАЭС ТОС «Уютный двор» приняла участие в конкурсе, который проводил фонд, а затем и стала победителем Результат чего теперь радует детей и родителей близлежащих домов Мы рядом живём и сюда заходим, конечно же, потому что они увидели и всё, говорят, когда будем гулять здесь, когда всё откроется И вот, наконец, этот день настал ТОС «Уютный двор» и дальше планирует принимать участие в проводимых конкурсах фонда Задачи на следующий год уже определены Оснащение двора дополнительным освещением, видеонаблюдением и пешеходными дорожками Но есть и близлежащие планы, о которых сообщил местный житель, глава Десногорска Андрей Шубин В октябре этого года, я думаю, что мы совместно с управляющей компанией «Сайосерив» здесь произведём озеленение Посадим кустарники, деревья, для того, чтобы название «Уютный двор» соответствовало тому названию, которое мы назвали наш город Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна-ТВ 8 сентября в администрации состоялось заседание Молодёжного совета Десногорска Впервые после долгого перерыва неравнодушные представители городской молодёжи обсудили предстоящие планы и вынесли на рассмотрение совета свои новые инициативы В заседании принял участие куратор Молодёжного совета, заместитель главы Десногорска Александр Новиков Он поблагодарил молодёжь за активную деятельность, проведённую членами совета во время карантина, за участие в различных конкурсах и акциях Александр Новиков предложил активистам принять участие в ежегодном мероприятии «Созвездие городов», организованном концерном «Росэнергоатом» Я попрошу вас, Антон, вместе с вашими коллегами очень хорошо подготовиться к этому мероприятию Показать то, чего достиг Молодёжный совет города Десногорска И послушать, привести новые идеи, новые направления, которые мы будем реализовывать уже в нашем городе Посол Молодёжного совета Смоленской области Екатерина Стрелкова рассказала о своей поездке в Смоленск И работе активной молодёжи в областном центре Она поделилась впечатлениями об их деятельности и реализации проектов Таких как «Экомап», осуществляющего мониторинг городской среды силами жителей И «Поедем-поглядим», направленного на развитие туризма в регионе Свой город мы тоже зарекомендовали, так как у нас здесь атомная станция Очень много можно что рассказать И ребята заинтересовались этим и очень тоже хотят приехать в наш город Член Молодёжного совета Антон Заверич выступил с инициативой о проведении стажировки Учащихся 10-11 классов, выбравших социально-гуманитарное направление обучения В администрации Десногорска Это позволит повысить интерес школьников к профессии госслужащего Заместитель председателя Молодёжного совета Смоленской области Денис Куралесов Выступил с предложением об участии в конкурсе президентских грантов Моё предложение, что мы можем собираться, проводить в субботнике разовые акции Но чтобы действительно заявить о себе и на местном, и даже на уровне региона То нам всё равно нужно выходить с каким-то проектом, с каким-то предложением Получать на него финансирование и реализовывать Была озвучена инициатива проекта «Интерактивный гид» Он направлен на развитие туризма и сохранение исторической памяти в городе Возле достопримечательностей Десногорска будут размещаться QR-коды Которые позволят с помощью мобильного телефона узнать подробную историю памятников В заключении члены совета обсудили идеи проектов по благоустройству районов города Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ А теперь коротко о погоде 17 сентября в Десногорске ожидается дождь Днём плюс 18, ночью плюс 8 На этом выпуск завершён Больше интересного на нашем сайте desna.defis.tv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм С вами был Виталий Волков, увидимся Субтитры создавал DimaTorzok